Два клуба сразились для кого-то в сложной, а для кого-то в простой игре. Хозяева турнира ЦСП «Динамо» Росэнергоатом – помолодевшая команда с новыми молодыми игроками. Большинство которых ещё только делают первые шаги в такой динамичной игре. Чего не скажешь о соперниках. Баскетбольный клуб «Рязань» – команда, которой уже давно зарекомендовали себя на баскетбольном поприще. Уверенные, а самые главные точные броски гостей в кольцо соперника и отменное владение мячом с самого начала практически не давали шанса хозяевам поля наверстать упущенное. К концу уже первого периода воскресной встречи соперников разделяло 28 очков в пользу гостей. Уверенное преимущество им удалось удерживать на протяжении всей встречи, что и привело к закономерному результату. 150-43 в пользу баскетбольного клуба «Рязань». Неутешительный для хозяев поля результат был и днём ранее – 7 декабря. Счёт 132-53 в пользу спортсменов из «Рязани». Мы знали, что команда Десногорский намного по классу ниже нас, честно говоря. Ребята молодые, команда послабее, скажу откровенно. И мы, в принципе, сюда ехали за двумя победами. И задачей у нас стояли, наверное, провести больше тренировочный матч. При этом, по мнению Алексея Безнебеева, у Десногорской команды есть значительный профессиональный потенциал, раскрыть который можно одним способом – больше времени проводить на игровом поле. Побольше тренировок, больше, наверное, им нужно турниров. Наверное, в этом плане, я так думаю, возможно, я ошибаюсь, команда и заявилась в ЦФО, потому что им не хватает игровой практики. Рязанские спортсмены уже заняли лидирующую позицию в первенстве ЦФО. Поэтому игра с такой опытной командой будет замечательным уроком для баскетболистов ЦСП «Динамо» Росенергоатом. Ксения Вьюшкова, Юлия Соболева, Александр Ерофеев, Десна-ТВ.